696 граммов – вес новогоднего губернаторского подарка. При создании сюрпризов для школьников первых-четвертых классов всего региона потребовалось тонна арахиса, 3,5 тонны молочных изделий, более 2 тонн муки и 26 тонн молочной глазури. Здесь желейные конфеты с добавлением алтайских ингредиентов, ягод, облепихи. Здесь в основном помадного формата конфетки. Ну и, конечно, есть два батончика «Двойная радость», которые особо ребята любят. Это с печеньем, ну и небольшое количество арахиса и рис, который используется в конфетах. Ну и то, что ребятки любят. Кроме конфет, в губернаторском подарке – развивающие материалы. С помощью настольной игры школьники смогут узнать многое о разных народах России. Здесь у нас и есть QR-код – это дополненная реальность. Если навести на него смартфон, устройство, передающее и читающее QR-коды, то ребята окажутся на странице сказки, которая подготовлена с картинками, с музыкой, с интересной подачей. Начиная с 22 декабря, 10,5 тысяч учащихся начальных школ Бийска на новогодних мероприятиях начнут получать губернаторские подарки. Кроме этого, администрация Наукограда приготовила сюрпризы для всех школьников 5-6 классов и 7-11 классов следующих категорий. Это дети из многодетных и приемных семей, это опекаемые дети, дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в трудных жизненных условиях. В данном случае по актам обследования жилищно-бытовых условий проживания детей и родителей. И в этом году также муниципальные подарки будут вручены детям, родителям которых участвуют в специальной военной операции, а также детям, родителям которых погибли в ходе специальной военной операции на Украине. На новогодние сюрпризы для детей администрация Наукограда выделила более 2 миллионов рублей. В преддверии Нового года почти 7 тысяч маленьких бийчан получат муниципальные подарки. Дарья Федоркина, Андрей Сегаев, Илья Питков. Будни.